Дело в том, что вот я посмотрел недавно ролик, ты выставил предпоследний с Юрием, вот, и там ты сказал такие слова, что 95% людей очаровываются Игнатием Тихоновичем, а потом разочаровываются. Ты сказал 99, а 95. Ну, то есть это никуда не годится, потому что, ну, я считаю, что человек друг Божий, и к нему как минимум нужно прислушиваться, ну, а лучше что-то воплощать в свою жизнь какие-то хоть малую толику того, что он делает, как он живет. Поэтому-то я и хочу у тебя вопросить, вот, ну, вокруг да около, вот это будет интервью деятельности Игнатия Тихоновича. Ну, по крайней мере, то, что имеем, то и имеем. Да, вот смотрите. Да, навязываться вообще Игнатий Тихонович, если бы сам бы он хотел привязать к себе людей, и причем сколько бы захотел, он привязал бы к себе людей, но он действует именно так, чтобы оставаться независимым от людей, потому что это, когда вокруг люди, ты по многому обязанным становишься, вот, ты можешь сказать, ответственен за них, а он как бы умышленно их отшивает. А отшивает как? Он предлагает человеку раскрыться. То есть он обличает его, и обличает так, как его мама родная не обличает. Ну, конечно, человеку неприятный и неприемлемый. Человек отходит моментально. Ну, как он забивает, еще глянует, почему забивает, это туманное, что ли? Вот маленькое дело доверил. Что ты забиваешь, покажи? Там уже глина посыпалась. Ну, как ты забиваешь-то ее? Ну, заткни дырки там, чтобы было. Даже здесь это одно дело, уже никогда так не забивали. Ну, забиться можно рукой просто затолкнуть. Сейчас что делаешь? Один мужик плохо живет, а другой решил посмеяться и говорить, я тебя научу золото выпаривать. Ты дерьма, набери полный кувшин и на печь поставь сперху русской печи, там тепло, и шубой закрой, чтобы все тепло было. И что? Золото выпарится. Золото. Но одно условие, когда будешь закрывать шубой, только шубой, не думай про шкуру белого медведя. Он только начал думать, как бы мне не думать. Ой-ой-ой, я подумал. В дерьмо вышел, завтра говорит, жена, береги, завтра в один горшок оправимся. Ребятишек всех собрал. Как только ставить он про белого медведя. У тебя вот это вот белый медведь твое думал. 18 сентября 2015 года, мы находимся на Платине, возле храма. Китая, подожди маленку. Я что-то не понял. Ты зачем так вот долго, чтоб ударил ее? С какой целью ты это делаешь? Почему ты не так вот? Вот смотри, вот мне надо долбить, это понятно как, понял? Вот, движение. Алексей Стаханов, кто такой был? Шахтер известный. Шахтер. Сколько норм он дал? Пять, по-моему. 140. Я не могу понять, он такой и есть, каких-то хромосом не хватает или дуркует он. Ни одного дела нет, чтобы он делал, ну как принято, учел его людей, а как принято, полуманкурт какой-то. Ты сколько в туалете бываешь времени? Зарядки был. Я быстро в туалет хожу. Больше полторы минуты уже не надо, уже вредно для организма. Никита, иди сюда. У тебя удивительный талант все переворачивать. Я такого еще не встречал. Впервые за 76 лет я встречаю человека, который любое указание, вот так делает, ты положил его сюда не камельком, а вершиной. Теперь тебе как проходить-то, весь репетий тебе в морду сует. Вот так, ты его берешь, вот так, помидоры такие, и вот так вот перекладываешь, а потом кладешь. Я говорю, переклади правильно-то. А ты ушел далеко оттуда, кидают, только ведро гремит. Сразу. Во-первых, я сказал, красное ты клади между рядами, не между рядами, а между лунками, потом отдельно соберем. А зеленое клади сюда. Я посчитал, я кладу 8 помидоров, вон один. Ну, разница все-таки большая, 8 и 1. Потому что я так не определился по отношению тебя, что ты никакой не засланец сюда, а вот такой, какой ты есть. Какой есть. Не уродствуешь. Перекрестись перед Богом. И скажи мне, что ты не уродствуешь, а такой, как есть, вот какой ты появляешь, делаешь, что есть, и именно такой и есть. Насаживайся с узкого конца, чтобы тот разворобанить, и он был. Но ему и этот давать нельзя, он этот сломает в течение одного дня. У нас есть сваренный, полностью ручка железная. Вот ему и давай. Да и то, смотри, он ее железную лучше ручку отломит. Понятно? Ну, твой дом-то, ну, сходи хоть один раз-то. Поклонись. Нет. Ты даже сейчас вот говорю, мухобойка, и он уперся в нее, и что-то считаешь. Тебе это вех не надо, мухобойка. Уже назад туда. То есть, я говорю тебе, это противно. То есть, это вот, на, одна мухобойка, вторая, считай, разгадывай за кроссворды и все прочее. И не стыдно ничего. Я на тебе время трачу. Ну, если я тебя обидел, прости меня ради Христа. Да, простите вы меня ради Христа. Я тебе, ну, тем более пост идет и молимся. Ну, почему в этих словах я увидел, что ты не со мной рядом, а я не хочу. Ты мне настолько дорогой и близок. Ты житель Потеряевки. Зачем бы я тебя приближал так близко после такой проверки-то? А в интонации почувствовал, что ты не согласен с чем-то. Ну, рассудили, да? Да. Все. Давай коротко помолимся, чтобы за пазухой камень не держать. Я-то, видишь, где еще не так я человеку все высказываю. И батюшке высказываю, и епископу, и не думай, что как-то. Услышал. Сергей, такой вопрос первый. Ну, в двух словах, вот, самую суть. Расскажи, как ты стал верующим. Пережил ли ты рождение свыше? Вот то, о чем говорит Игнатий Тихонович. Ну, а ты по мне не видишь, пережил ли я его или нет? Ну, я думаю, что пережил. Это был какой-то процесс такой, ну, как сказать, одномоментный? Или это некий процесс, ну, во времени он растянутый? Ну, я прочел Библию от корки до корки. С самой первой страницы начал в 2006 году ее читать. Просто открыл мне, ну, я уже лежачий тогда был. Вот. И мне матушка по странице сканировала на сканере Библию. И я читал ее через монитор компьютера. Вот. И я заклеп и Ветхий Завет весь прочел, и Новый Завет. И все. И в один день случилось так, что я проснулся другим человеком. Ко мне тогда еще друзья приходили, знаешь, пивка, принесут там выпить, покурить, все такое. И телевизор смотрел, и там, ну, во многих вопросах там и мог и что-то там, и ругаться как-то, знаешь, за компанию с мужиками, там, по-мужески, знаешь. Это все как отведал меня, обличил. Меня обличил кто-то изнутри, из моего сердца кто-то сказал, вот смотри, вот эти вещи, их надо исправить. И все. И все, я глянул на себя и изменился. Причем это как бы произошло, можно сказать, подневольно, да, против моей боли. Как будто кто-то пришел, взял с собой веник, и всю грязь выбил из сердца. И все, стал другой человек. Назвать это рождением свыше или как, я не знаю. По крайней мере, тогда я не знал, что со мной произошло. Мне родители, ну, я вот начал и проповедовать всем, кто. Друзья, родственники, через полгода уже перестали ходить. Потому что я говорил тогда только о Господе. Мы убежали, как это огня. А родители, скорее, ты с ума сошел. И все. А мнение родителей изменилось в настоящее время? Ну, конечно. Ну, отец-то умер. Умер все равно, он умер верующим. Ну, по-своему, вера, конечно, у нее была. А матушка у меня, она стремится по сей день, она развивается все равно духовно. По-женски, конечно, по-своему, но рост заметен от года и с года в год. По крайней мере, она сейчас на меня сумасшедшим, я скажу, что она как бы ставит меня в пример. Вот я от него, она как говорит другим, я от него духовно возрастаю. Хорошо. Вот у тебя был такой период, когда ты писал иконы. Сейчас ты уже не пишешь иконы? Да, у меня уже сил нет таких. Я болею сильно, как бы. Ну, и ни душевных, ни физических сил нет. Да и желание, желание нет такого. После того, как сталкиваешься с такими письмами, когда тебе пишут, ну, люди, можно сказать, относительно верующие, такие православные такие, православные, православные. Вот, когда тебя просят икону сделать для кота, понимаешь? Кот заболел, и ему нужна икона. Ну, ничего себе. Лучше бы исцелиться. Тогда уже желание пропадает. Заниматься. Ну, ясно. Потому что становишься как бы соучастником, да, этого всего процесса. Так и есть. Когда ты познакомился с Игнатием Тихоновичем Лапкиным? Ты помнишь сейчас первую эту встречу с ним? Ну, пускай заочно. В 13-м году. В 13-м, да, зимой, наверное. Да, да, 13-м или 12-м. Что-то я не помню. Вообще, вообще начал я его, я увидел в интернете его в 12-м году. То есть, тогда еще у них стоял только сайт один, вот этот вот к истине. Вот. И, понимаешь, я наткнулся там на аудиофайлы. То есть, была папка там с файлами. Я начал слушать, где он собрание людей. То есть, не проповедь, ничего. Собрание людей. И он там на этих собраниях поучает людей жизни. То есть, что меня задело? Ну, как я в то время чего там сбрехнуть, что-то, знаешь, сказать неправду там. Ну, чисто так человек пришел, да, чтобы отмазаться от него. Раз там что-то ответил, у них попад. Ну, и все, ответил, да ответил. И, понимаешь, я встречаю такого человека, я не видел такого в жизни более никогда, встречаю такого человека, который за каждую мелочь, вот тогда еще, ну, конкретно если случайно, отец Иаким тогда, ой, не Иаким, знаешь, кто из Грузии этот... Отец Наум. Наум, да. Вот он тогда еще был в общине, еще молодой, он тогда был, сколько лет 30, ему с небольшим. Вот, и он работал там на вилке, на газольчике на каком-то. Вот, и женщину отвозил он, не помню, то ли на вокзал, куда-то, во время перерыва, вот, ну, как бы, в свое время, не в рабочее время. Игнатих все равно, он к нему подошел с той стороны, какой-то имел право за государственные деньги, понимаешь, свои нужды справлять. Вот, так он, как же, ты понимаешь, он не понимает, вот, че... Ну, тогда в Советском Союзе это была норма, это норма была. Ну, да. Там два литра бензина, но шофера его десятками литров сливали этот бензин на землю уже. Тогда с этим вопросов не было никаких, да и стоил он там четыре копейки. И тут он к нему такой вопрос ему задает, то есть обличает его и предлагает ему осознать свой грех. А тут никак, понимаешь, и женщины, которые он подводил, никак, они просто лбом в стенку пьют, да и нафиг, да ты че нам предлагаешь, прежде чем покаяться, мы не видим проблемы. И вот столкнувшись с этим роликом, меня просто ошарашило. Я увидел вот это, вот насколько человек должен быть честным и отвечать за свои слова и поступки. Вот этим он мне понравился. Ну как, я не знал, где его искать там или чего, и все, я, ну, как бы, и начал слушать его проповеди. Вот, а потом ты уже увидел его, когда они начали наставлять ролики в интернете его. Первые ролики его это миссия, вот когда они стали, все эти книги, которые он издал, сколько, 40 там томов, когда они стали их развозить по всему миру, вот первые ролики появились. Нет, не первые, это до этого еще были ролики. Ну, значит, я ошибаюсь. До этого были ролики, они благовествовали, ходили так, ну, без книг, значит, просто Евангелие раздавали. Ну, благовествие, да. И нашел я его как, а я нашел его в моем мире. Он тогда добавлял всех христиан, искал он, в общем, как он зарегистрировался в моем мире, и погнал собирать людей всех, понимаешь, как. То есть он предлагал дружбу всем. Ну, я в том числе попал в те ряды. Ну, вот он недавно, сколько, ну, недавно, год, 4 назад, он их всех убирал, удалял, вот эти все. То есть он оставляет где-то, знаешь, людей с открытыми лицами, вот такие. В моем мире была рассылка, работала, то есть массовую рассылку. Делал, собирал какие-то фотографии, там ссылки из писания отцов, там, знаешь, из книг, из своих. Значит, я не помню на какой статье, я как раз, ну, я отвечал на некоторые письма. И тут на одно письмо я ему отвечаю. Я говорю, вы, наверное, я уже не помню дословно, я говорю, вы, наверное, хотите умереть за Христа, да? Или как-то я написал, что вы ищете умереть за Христа. Вот. А я его почему-то задел, знаешь, так, как за живое, ему как будто как первый раз кто-то. Он сказал, что вот он, увидел я в нем вот такое, что он ищет умереть за Господа. Понимаешь? И он предложил выйти мне тогда на скайп поговорить первый раз. А у тебя сохранилась эта беседа первая? Да надо поискать, где-то она сохранилась. Было бы здорово. Хорошо. Хорошо. Что тебе понравилось в нем и почему? И вообще понравилось ли, что тебе? Как-то так, ну, то есть. Вот на первой беседе... Чем он тебя зацепил? На первой беседе или на второй он мне такой предложил, как бы, ну, ты можешь, говорит, сказать обо мне, ну, якобы обличить, что во мне не так? Он мне такой вопрос задает. А я ему говорю, я говорю, ну, с людишками помягче нас. То есть, понимаешь, вот это вот... Я сам жесткий человек, я не люблю вот это в себе. И в нем вот это тоже вижу. Я исправляется, и исправить в себе это хочу. Более стать... А посмотри, он, кстати, в последнее время тоже вот, видимо, идет как-то на поправку. Видит он себе вот эту жесткость. Вот. И мне вот это не нравилось в нем. А то, что нравилось, это, конечно, что-то открытость, честность его. Все. Оно просто покоряет, влюбляет человека. Как я говорю, знаешь, он влюбляет в себя. А он влюбляет именно честность вот этой. Потому что люди, по большей части, брехуны все. А вот это вот оно обличает. Оно внутреннее состояние человека обличает. Вот и притягивает. Ну, вообще, какую пользу тебе приносит, принесла дружба с Игнатием Тихоновичем? Я стал другим человеком. Вот. Именно по отношению к людям, по отношению к Богу. Ну, в первую очередь, любовь к Писанию. То есть, как... Ну, допустим, если бы не он, от кого бы я мог научиться? Ну, в православии сейчас. Какое отношение к Писанию? И да, его никто не читает. А зачем? Ну, люди прочли там Евангелие один, другой раз, да и все. А цели нет. И люди не видят ни... Ну, от этого пользы никакой. А я увидел именно вот пользу, именно через него он открывает вот эту вот живость Писания. Вот так и люди очаровываются, так скажем. А потом разочаровываются. Да, а потом разочаровываются в виде вот эти вот его человеческие качества. Ну, уже чисто человеческие, не духовные, не по душе, а по плоти. То есть, вот это его отношение с ближними. Киржаческие, знаешь, киржаки. Он же по какой-то линии из киржаков, а я вот сталкивался по жизни. Ну, это такой прям... Вот прям такой народ жесткий. Ну, да. Ну, в принципе, они старобрядцы. И я сам и старобрядцы помню. И по отцовой линии, ну, его отец вообще там из этих... Ну, они из поповцы. Они поповцы были. Ну, такие тоже были люди в черном все время. Я помню эти мои двоюродные бабушки, таких четверо, там, знаешь. Они такие постоянно в черном. Все там ни слова лишнего. Ну, вот так вот люди воспитаны были. У меня и дед он хоть потом, как он, в принципе, неверующий был, но он все же такой смурной, знаешь. Он ходит такой... Суровый. Суровый, да. Ты книги его читал? Знаком ты с его трудами? Не, Виталий, я книги вообще не читаю. Да, ну, я же лежу на спине читать, лежу, а вообще ослепнусь. Я и так плохо, глаза болят сильно. А если читать, то... Я слушаю аудиофайлы. Сейчас уж в последнее время совсем ничего не слушаю. Вот. Его проповеди тоже слушал, ну, аудио, видео. Читать нет. Если поначалу, если вот когда я только имел жажду вот эту, как бы, духи, вот это по опознаниям, то есть душа стремилась, знаешь, к знаниям, к открытию. Отношение его к церкви православной я прекрасно знаю. Вот иду от корки до корки. Ты имеешь в виду к земной, к юрисдикции? Ну, к московской патриархии. Ну, да. Проблемы все он осветил. То есть есть что исправлять. Он указал на это. Я, в принципе, назову себя его последователем, да? Я стараюсь его принципами жить. То есть показываю людям, где можно исправлять. Во сей день. Котя? Да. Смотри, Сергей, а что тебя побудило? Видимо, пример Игнатия Тихоновича. Что тебя побудило свой канал открыть? Создать канал и, так скажем, проповедовать, миссионерствовать? Да, у меня, в принципе, эти каналы в соцсетях уже лет 10, наверное, и как. Да и YouTube тоже у меня давно. То есть я его открыл до Игнатия Тихоновича. А, услышал. То есть до Игнатия Тихоновича? Начинал с Игнатия. Он сам, в принципе, начал тогда и за полгода до меня. Общение с людьми. Через интернет, да? Да. А потом я вот с ним познакомился, когда мы уже вместе начали развивать вот эту тему. Ну, я там скинул ему скачать этот самый, а не, не скинул, я сам к нему заходил на компьютер, установил вот эту программу для общения в Скайпе. Ну, вот, первые ролики, там, первый год ролики все я делал у него. Ну, да, там видно было твой почерк, твое оформление. Ну, да. А потом мне уже все, Игнатия Тихоновича, я отхожу, короче, ищите кого хотите, я ухожу, а у меня, ну, и своей была работа, да у меня так-то это, и с иконами, и заказы, там, и все. Вот, приходилось времени уделять много на него, и отдал времени иногда по 12 часов. Вот, а у меня уж тогда жажда самому начала, начала и жажда, да и люди тоже и пишут, и звонят, и мне уже захотелось самому делать, выставлять ролики. Ну, то есть, у меня такой был вопрос, в принципе, ты его уже озвучил, тут вот половину вопросов уже озвучил. Ну, вот еще, давай еще подумаем над тем, ну, ты в принципе, ой, ничего себе, ты на все вопросы. Давай так, вот последний вопрос, ну, тут у меня в моем, так сказать, загашнике, что я приготовил. Что бы ты порекомендовал людям, а, не так, порекомендовал бы ты людям соприкоснуться с книжным, либо видеонаследием Игнатия Тихоновича? Ну, которые, например, еще, как бы, ну, скажем, в поиске, так и так далее, молодежь там. Ну, знаешь, вот Игнатий Тихонович, он, как бы, идет на общение со всеми абсолютно, то есть, хотя, ну, не знаю, он и сам о себе говорит, что я, говорит, не разборщик в людях. Вот, я такой поставил бы, как это называется, ну, тест-контроллер какой-то, или как это? Фейс-контроль? Ну, можешь сказать, и фейс-контроль, да. Ну, то есть, видно, в принципе, человека, часто видно, который будет, будет его слушать или не будет, на сколько он долго его будет слушать. Ну, у меня просто из опыта есть такой опыт, я уже, знаешь, многие люди ко мне заходят, прежде чем начать общаться с ним, то есть, многих людей я к нему привел. Причем сегодня таких вот, которые там сыграли, я не знаю, многие люди, которые сыграли вот такие, знаешь, комбинационные моменты, там, священники, допустим, ну, истории целые там в интернете, вот, они почему-то получилось так, что они через меня пришли. Вот, я оказываюсь каким-то виновником постоянно вот этих вот событий. Ну, а сейчас я вижу уже просто людей таких, которые, которым и не советовал бы, допустим, с ним. Потому что результат как бы, ну, по человеку, в принципе, по его натуре уже, по его, знаешь, темпераменту видно, что общение не выше, не сможет терпеть он его. Ну, а ты хорошо, альтернатива какая-то есть сейчас у нас в медиапространстве, так скажем? Я не понял, как и чем. Альтернатива есть тогда, ну, вот раз Игнать Тихонович для некоторых слишком жесток, да, как сказать, суров, а есть какая-то альтернатива? Альтернатива, ну, хорошо, пока по времени с Игнатием Тихоновичем, кому еще пойти можно, чтобы утолить жажду духовную в интернете? Вот кто-то присутствует? Да нет, никого, а ты сам прекрасно знаешь. Сейчас, если с Богом человек не найдет общения внутреннего, то ничего не найдешь. Будешь мытариться вот так, мотаться от одного к другому, я не знаю, до последних дней своих, и ничего не найдешь. Только с Господом, когда устанавливаешь контакт, Господь тебе уже показывает, где, кто. А без него никак. С Романом, вот, допустим, еще два года назад у меня Виктор Андреевич, когда был в гостях, доктор без общины, и вот я ему говорил, что, я говорю, Виктор Андреевич, приедете, Игнатий Тихоновичу скажите, чтобы проверили веру Романа. Я говорю, его брать нельзя в общину. Ну, то есть я вижу таких людей, конфликтных, которыми будет конфликт. Вот, понимаешь, и все-таки случилось. Поэтому не всем, конечно, не всем полезно будет. Многие, смотри, как из людей соблазняются, многие и православец оставили, то есть вот по такому горячему уму, знаешь, я видел таких, которые тоже наслушались его и пошли там попов своих там обличать, их и выгоняли вообще из храмов, они потом православие оставили в конце концов. И глядя вот на его пример, а по его примеру нельзя никому поступать, это ему только можно одному. Больше никому не обличать, не говорить ничего нельзя. Ему от Господа дано, а люди согрешают, которые... Вот Сергей Купков, посмотри, сейчас он, когда хочет его... Ну, кстати, ну, понятно, что он с ним рядом постоянно, и он не может ему не подражать, потому что с кем поведешься, от того и наберешься. Но все-таки я вот смотрю на эту историю с Василием Сергеем, как он... Вот итог-то, как более-менее сейчас, по крайней мере, на данный момент, ну, положительный, так скажем. Я не о самой истории, я вообще говорю об отношении к людям. То есть он, понимаешь, он стремится полностью его благовестие там, но он включает такого Винатихновича. Винатием Тихоновичем родиться нужно, надо прожить с самого мальства и вырасти им. А будучи каким-то там блудником, алкашом и не знаю, кем угодно, стать сейчас это невозможно. Ну, это сто процентов. Особое разумение дано должно быть. И чистота, которая утеряна, мы потеряли ее, понимаешь, допустим, первую половину жизни своей, мы ее расточали. А он ее собирал с самого начала, вот эту вот чистоту, чистоту и плоти, и души. А где мы ее возьмем, если у нас пороки эти, они как бы, ну, если они не живут, то они оставили уже следы такие серьезные. Ну да, так и есть. Сергей, а как ты, ты вообще, насколько ты вот видишь и ближайшие там, ну, уже такой, конечно, вопрос немножко такой, знаешь, отвлеченный будет, но все равно рискну здоровьем. Насколько ты видишь ближайшие, ну, лет 50 нашей страны, нашего государства, России, что ожидает, ну, и в частности, в связи с этим, что ожидает московскую патриархию? Как ты, ну, рассуждаешь, как ты думаешь? Потому что ты общаешься с людьми, очень много, широкий круг общения, и какие-то выводы, может, приходят, какие-то мысли. А ты знаешь, на эти вопросы нет ответа, все в наших руках. Народ, народ может, кто знает, как себя поведут люди? Это только Господь один знает. Может быть, все очень скоро закончится, а может, произойдет такое, что народ русский, он исторический, если посмотреть, да, и поднимался из грязи вообще, и из ниоткуда возникал русский народ. Как и сейчас, может быть, казалось бы, уже все потеряно. А задача-то в чем это? Нужно выйти и покаяться всем. Если не всем, то хотя бы 1100, если выйдет, народу, да, российского, покаяться, то все изменится вообще. Вот, единственный вопрос. А так что-то прогнозировать никто ничего не скажет. Короче, все зависит. Как ты в той беседе с Юрием сказал, что выбор, мы представляем из себя выбор добра и зла, и вот все зависит, как чаша перевесит, да, насколько хотя бы костяк русского народа, что выберет в итоге. А чего? У нас от Господа свобода такая дана. Мы или пользуемся, или не пользуемся. Это же не то, что у нас Бог мусульманский Аллах, который руководит судьбами людей, а наш Бог, Он дает свободу и наблюдает за нами. Мы же, мы же не зря Богами с маленькой буквы называемся. Как получилось, совсем недавно Игнатий Тихонович прислал сообщение в скайпе, ну, стихотворение очередное свое. Вот я его прочитал о терпении. И оно мне так, я так, знаешь, раньше я не обращал внимания на его стихотворение, как и когда-то давно я, как объяснить, я вот в двух словах объясню, как я вышел на Игнатия Тихоновича давно, 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 много лет назад. Я, так сказать, ну, мне сказали, что есть такой, ну, в хорошем смысле, безбашенный проповедник в интернете, который, правду, матку жгет, ну и все остальное прочее. Я зашел на его канал, посмотрел, и у меня еще были глаза замутнены вот этой прошивкой патриархийной, православной, так скажем, православной. И я смотрю, он с Библии, все время с Библии, все время цитирует Священное Писание, и, ну, вот, весь он в Библии плавает. Я думаю, о, все с тобой понятно, сектант. Вот, и все, я сразу, ну, закрыл и забыл про него. И потом, спустя несколько лет, несколько лет спустя, когда уже я просто, уже практически потерпел кораблекрушение в вере, так скажем, уже, уже, ну, там уже все, уже обриф и стал биться корабль и все остальное. А, Андрей Кочергин, вот Андрей Кочергин, я его послушал, и Аким Парк приезжал, и начал говорить об общине. Вот община, вот общинная жизнь, община христианская, в ней есть некие плюсы, в ней есть, ну, вообще там прямо они об общине говорили, что это очень такое единственное, единственное такое, ну, некий спасательный круг для русского народа, если вот вернемся к вот таким, к такой жизни, к общинной, хоть к какой-то степени. Ну вот, то есть вот эту тему они затронули, стали развивать, и я тогда зашел в интернет и так же набрал в Ютюбе община, там, христианская, православная. Ну, и, соответственно, вышел, понятно, на Игнатия Тихоновича. И я уже посмотрел уже с другого, ну, то есть я уже чувствовал себя, что я уже, ну, оскотинился там и погибаю, ну, все, капец мне полностью. Вот, каюк. И с этой стороны посмотрел, и вообще вдумался, а что, ну, ладно, пускай он цитирует Писание. Я просто стал, включил мозги, включил, я не знаю, включил. А в православии бытует вот такое мнение, что Писание его сектантом только суждено? Я тебе так скажу. Почему? Потому что, смотри, у меня есть опыт, я учился в семинарии духовной, в Тобольске. Священному Писанию, да, впрочем, как и священному преданию в лице там святых отцов, уделяется внимания совсем-совсем немного. Галопом по Европам. Вот, все это проходится. И, ну, если повезет тебе, например, какой-то священник, который преподает Новый Завет, например, Ветхий Завет, который сам хоть чуть-чуть любит это Слово Божие, тогда да, что-то он тебе может дать. Вот у нас был отец Михаил Денисов такой, дай Бог ему здоровья, многодетный священник. Вот он чувствовался огонек в сердце, и когда он рассказывал о священном Писании, что-то мы ловили, ну, кто хотел поймать доброе, что-то откладывалось в душе. А так, я тебе так скажу, ну, вот это вот еще такое слово «схоластика», такая мертвая, отрешенная от жизни схоластика, которая, ну, я тебе так скажу, вот есть такой епископ Гермоген сейчас, он в Тамбове, если я не ошибаюсь. Вот когда он вел, когда он приходил, заходил в класс и стал бубнить, начинал бубнить вот эти строки священного Писания, то воцарялась просто мертвая такая, ну, как сказать, все спали. Все начинали просто спать. И, наверное, он весь и с нами спал. Вот, ну, то есть вот так, отношение такое. И это, смотри, это у пастырей будущих. Ну, кто там закончит до конца и останется. И меня всегда удручало вот это все. Одним словом, вот, то есть если пастырям не прививается, не прививается, там очень сильно перегружена программа учебная, много предметов разных, которые пастырю, в принципе, они, ну, не так важны. Они вообще не пригодятся ему. Вот, и в связи с этим перегрузом просто времени, даже если ты бы захотел что-то уделить, ну, сам, ну, индивидуально, да, почитать отцов, там, Игнатия Боринчанинова, еще кого-нибудь, то трудно очень выкроить время, на самом деле, там, послушание всевозможное и все остальное. То есть если пастырям оно не прививается, то, соответственно, ну, то есть прихожанам, кто там, кто приходит в храм, там, они только слышат воскресные Евангелия, вот эти 14, или сколько их, то есть каждое воскресенье по усталу читается воскресная какая-то часть из Евангелия, из четырех евангелистов. Все, вот люди это только слышат. Поскольку они приходят по воскресеньям в храм, и они вот слышат, что вот Луце и Клеопе там явились, явился Господь идущим там, ну, и все остальное прочее. Потом им помажут лоб вечером на священном, ну, то есть вот это, на все ночном бдении так называемом, которое вечером служится вместе с утренней. Вот, и помажут лоб, они услышат это Евангелие, все, все закончилось, как, ну, для большинства. Ты вот несколько раз слово «привить» повторил. А можно вообще привить его? Если от Бога не дано, то можно его вообще полюбить в Писании? Знаешь, я вот с людьми, допустим, пытаюсь несколько лет, вот, ну, определенным людям, да, ну, можно сказать, навязать и хотя бы почитать один раз, один раз почитать, понимаешь? Это просто не дано. Люди просто не могут даже взять и открыть, распахнуть. Ну, это действительно, смотри, я вот, если в двух словах, Сергей, как ты себя чувствуешь? Ну, я тебя не притомил. Я еще нормально так. Смотри, вот, Сергей, я вспомню, как я вот, как у меня все началось. 18 лет это было, 18 лет. 15-16 лет, это были 90-е годы. Я 78-го года, чтобы ты понимал. Ну, ты меня старше там на сколько? На несколько лет. На лет 5, наверное, на 6-7. Ты 71-го, да? Ну, я на 6 лет старше. На 6 лет. Ну вот, то есть ты все это, чуть даже, вот, все это понимаешь. Вот, 90-е годы, все там, порнография там, я не знаю, что там, вот это все, курева, алкоголь. И я занимался хоккей с мячом, и вся наша команда дружно, дружно вот это все прям начало впитывать, короче. Вот, вот, в Омске у нас самая сильная была команда, 78-й год. И мы что? Ну, вот, то есть вот это все мы через себя пропустили. Ну, кто как, в разной, кто в степени. Эти ребята практически все, кто в тюрьме, кто уже на том свете. Мой год, и вот с кем я тогда общался. Вот. И я помню, как сейчас иду на тренировку, не бросал заниматься, мы не бросали. Также умудрялись в одной сигаретах, ну, так, я утрирую, конечно, сигарета в зубах, и тут же занимаешься там хоккеем. Вот, идешь, и я почувствовал себя стариком. Отдышка, просто, ну, развалюха такая прям. Я просто себя, просто старик стариком почувствовал, и мне очень страшно стало. Ну, и с тех пор, и еще, и скорбь тут же произошла, буквально в эти же дни, на тренировке мне нанесли серьезную очень травму. Вот, я попал в больницу на месяц где-то, вот, плюс-минус, и вот там как раз стал переоценивать. Я понял, что я вообще не тем занимаюсь, не туда иду, это путь к смерти. Вот, чем сейчас я занимаюсь, это путь, все, это все тупик, это смерть. Я это осознал и стал, ну, стал искать смысл жизни. Что, а в чем тогда смысл? Ладно, надо другим путем уйти, а где он, в чем смысл? Философия, театр, там, еще искусство, всякие разные духы, вот эти, музыка, все, стал пробовать, стал искать. И один раз на уроке эстетики, это 11 класс был, бывшая актриса драмтеатра пригласила в действующего актера драмтеатра. И стало, и вот этот актер, они могут, они очень хорошо могут рассказывать, и он стал рассказывать об Иисусе Христе, о его истории. Как, что там. И мне очень стало интересно, не знаю, очень интересно стало, он потому что очень как-то, я не знаю, ну, от души рассказывал. Евреи учились со мной в классе, понятно, они стали с ним, вступили в дискуссию такую, немножко хамовитую. Я их стал осаживать, ну, типа, ну, смотри, он взрослый, мы там еще, как говорится, ну, неровнее ему. Короче, стал с ними немножко их осаживать стал, а самому вообще стало интересно. То есть, еще вот этот спор разгорелся, они как бы вот атмосферу накалили, и я тогда понял, что что-то прям, что-то серьезные какие-то вещи. И я пришел домой, открыл Библию протестантскую, ну, синодальный перевод, Библия такая небольшая. В те годы очень сильно работали сектанты, и они в каждом доме были, Библии, там, Новый Завет, но это Библия была. И стал читать Ветхий Завет, Бытие, потом стал читать Новый Завет, Иисус Христос, вот это весь его подвиг. Ну, и все, и во мне, как бы, я понял, что вот оно, во мне проснулась вера, что вот, ну, что вот это вот, это не просто человек, а это, ну, это Бог. Это Бог, это Бог и человек, и Он пришел, Он пролил кровь, как бы, Он меня может спасти. А я тогда себя реально чувствовал, ну, как бы, я просто, правильно, Осипов это много всегда говорит об этом, заостряет на этом внимание, Алексей Ильич, что когда ты придешь, вот это состояние, ну, что ты обречен, ты погибаешь. И только вот тогда, вот именно Спаситель-то и нужен, Спаситель. Ну, вот, то есть вот в таком состоянии я уверовал. Ну, и потом уже понятно, что кому куда идти, по Московской Патриархии, и все, и постепенно, постепенно меня стали переформатировать из евангельской, вот этой начатков, начатков евангельской веры, действительно, ну, то есть вот я по-настоящему поверил, стали преобразовывать в моем, ну, то есть насаждать в моем создании новую веру. Новую веру, вот эту новую, я не знаю, как она называется, обряда верия или что это, вот, сергианство, кто его называет. Вера ли вообще? Я не знаю. Ну, это не вера, это вера, но это вера, явно не, как сказать, не святых отцов. Ты зайдешь в храм православный, и у людей, которые там стоят, спроси, во что ты веруешь, да? Кто такой Иисус Христос, спроси, большей части этого не знают. И что он сделал для них, что нужно сделать, а о Царстве Небесном уж вообще, о чем говорит, люди здесь жить хотят, какое им Царствие Божие? Да, и постепенно, вот смотри, в семинар, ну, меня священник посоветовал, это, в семинарию, ну, как посоветовал, просто приехал семинарист на приход, а я помогал, ну, то есть священник меня прям позвал, отец Иоанн Дулов, говорит, пойдем, будешь помогать мне, тут мы храм восстанавливаем старый, дореволюционный, хороший такой храм, ну, мне это все интересно, у меня жажда, у меня жажда была. Я стал книги просто скупать, где только увидел книгу, я покупал, даже если я не читал, пускай она лежит, потом до нее дойду. Ну, то есть я все, мне все хотелось, и мне был интерес вообще христианство от и до познать, от и до. Поэтому-то я заинтересовался, думаю, ага, вот семинарист, у них там классно что-то, ну, очень мощно их преподают, христианство православное, историю, там, закон, горе, все остальное. Но ты не закончил семинарию? Нет, я не закончил, я был отчислен, у меня была, у меня была всегда камень преткновения, это по воспитательной работе, иранских инспекторов называли, такая должность. Ну, то есть там им нужно было такое послушание железное. Вот шаг влево, шаг вправо, там, все, там, капец тебе, ты грешник, окаянный, там, и все остальное. Ну, я не могу так, я, если я, ну, понимаю, ну, как объяснить-то? Ну, короче, у меня есть дисциплина, на самом деле, тоже, не все, ладно, это показало даже мое пребывание у Игнатия Тихоновича, вот это все, в Потеряевке, там это все проявилось. Жена, как ее звать-то? Анастасия. А? Анастасия. Анастасия, вот сейчас она бы была здесь, вот сидит здесь, и сказали бы, ты можешь слушать, но не встревать, а потом в конце дать ей слово. Она бы еще на эти слова сказала тебе? Ну, что ты нехороший человек редис. Кобель без хвосты. Нет, ну, я подробности могу рассказать, там вообще, конечно... Не надо мне подробностей, я говорю, что бы она сказала, высушив, что ты говоришь. Кобель без хвосты. У меня судьба такая тоже, знаешь, там целый детектив, что со мной происходило. Вот. Ну, то есть, вот, о чем мы говорили. То, что все-таки... И знаешь, я тебе так скажу, я вопросами задавался. Меня мучило, мне, знаешь, мучило все время, когда я в семинарии учился. Меня мучило много вопросов, но один из базовых вопросов... Почему епископы, 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 почему они, ну, мягко говоря, неправду говорят с Амвона? Иногда. А может, даже и не иногда. Ну, то есть, я это понимал. И я вопрос задавался, почему так происходит, ну, где, что. Вот. И скажу так, что никогда эти вопросы меня не оставляли. И пока я до сути не докопался. Ну, у меня такая натура докапываться до конца, до сути, до всего доходить. Вот. И однажды в Омске, однажды в Омске, я стою в книжном магазине в православном очередную и ищу книгу там какую-нибудь. Ну, я Бричанинова любил. Вот. И краем уха слышу, что привезли в Омск икону Иверскую, Монреальскую, Божьей Матери. Ну, я подумал, что это та самая, которую написал Иосиф Муньоз. Муньоз, может, слышал, знаешь, такого, не знаю. Раньше особенно это было все. Вот. Это, ну, как сказать, это чадо русской зарубежной церкви. Католик, аристократ, обратившийся там, он испанец сам, если я не ошибаюсь, он обратился в православное христианское русское зарубежное церкви в свое время. Вот. Он был иконописцем. И когда он приехал на Амфон, ему там один монах подарил икону. Я уж не помню эти все детали. И он стал хранителем этой иконы, Иверская икона. Потом ее прозвали Монреальской. Вот. И эта икона там, ну, мироточила все такое. Чуть-чуть как бы помогала там, по-моему, ну, как бы чудотворная икона считалась. Все. И вот он ее, он был хранителем ее. Ну, вот. А я же тебе говорю, я же уже патриархийный такой. Ну, то есть вот вчера, когда вот последняя у тебя, последняя беседа, вот, я не помню, как, вот, последняя беседа с такой, такой обородатый, вот, ты общался с мужичком, который все время в уменьшительно ласкательном таком виде, ну, обращался к Богу. Меня это очень резало слух. Вот он прям такой весь патриархийный, прям видно по нему. Как тебе объяснить? Вот эти предания, вот, матронушка там, вот это все. Вот он, от него прям, ну, пахло этим. Вот. И вот я такой же человек, прошивка патриархийная, чудеса там, все остальное. Вот, я, вот, ну, я думаю, вот, вот икона, да. Ну, здорово было бы пойти туда и поклониться ей, чудотворной иконе. Хорошо, я узнал адрес и пошел. Это был, это был, в Омске это так, частный сектор, ну, частные дома там. Все, я зашел туда, в храм. Там, да, действительно, икона по центру храма стоит, служба идет, все ночное бдение. И там раз я услышал, у меня резануло слух, резануло слух. Екатинья. А ежи избавите люди своя от горького мучительства безбожной власти. В нас же укрепить единомыслие, братолюбие и благочестие. Я такой, опа, такой встрепенулся, думаю, так, это что такое? А где, а где там за властью воинства я там, ну, то есть, вот в таком ключе. Я такой стал сразу, ну, размышлять, думаю, так куда я попал. Ну, и я понял, что это зарубежники, зарубежная церковь. Дальше заходит священник сначала по дому, а потом нет, у него по ноге. То есть заходит какой-то епископ, там, прошел через весь храм, ну, храм небольшой, как дом. Дом, просто частный дом. И зашел в алтарь, как бы, вот. Потом, ну, и, соответственно, как же его? Тихон, Тихон, пасечник фамилия. То есть о владыке нашем Тихоне помолимся. Я такой думаю, ничего себе, тут еще, оказывается, и епископ есть. Здорово. Ну, все, то есть я иконе поклонился, а это оказалось, что это не та самая икона, монреальская, чудотворная, а это список с той иконы, написанной рукой вот этого Иосифа Муньоза, и он в свое время подарил его как раз зарубежной церкви. То есть той ее части, ну, преемником катакомбной церкви, то есть той нелегальной церкви. Которая не приняла декларацию Сергия Острогородского в 27-м году. Одним словом, вот дальше что происходило? Мое, просто у меня рушились шаблоны, мое восприятие просто трещало по швам в этот вечер. Когда я вышел из церкви, из храма, и посмотрел на вывеску, там было написано «Русская истинная православная церковь». Ну, я тогда вообще такой думаю, господи, подождите, вы, ребята, вы истинные, а я куда хожу? А я тогда вообще в какую церковь хожу? То есть я в негодовании в такой пришел, думаю, ну все, что-то вообще не то. И вдруг у меня бывший милиционер учился в школу милиции, но, правда, тоже не закончил. Вот, но он такой прям, то есть он сыщик. Я говорю, слушай, Коля, но он православный. Я говорю, Николай, я вот вышел на таких чудотворцев, описал их так в двух словах, вот давай это. И он такой говорит, я тоже недавно на них вышел. Мы решили вообще всю подноготную узнать о них, кто такие. На чистую воду, короче, вывести, ну поскольку ничего, они претензии на истину. А мы тогда вообще где и все, куда, что делать. Хорошо, ну мы реально стали копать, копать информацию, узнавать в интернете, с ними беседовать. В библиотеках у них оказалось хорошие, книги брать у них. Но это все оказались авторы зарубежные, как правило, зарубежные. Там Аверки Таушев, там, кто там, Серафим Роуз, то, что, кстати, не опубликовалось. Другие авторы, много авторов зарубежных. И они как раз, и они как раз на все мои вопросы ответили. Почему епископы имеют, ну, так сказать, дерзновение такое, ну, в кавычках, я не знаю, в плохом смысле слова, лыгать санвонов людям и все остальное прочее. Я это все выяснил. Скажу больше. Есть такие историки, Ципин, Юдин. Это историки, учебники написали люди, по которым преподают историю в семинариях сейчас. Ну, вот, по крайней мере, когда я учился, были такие учебники в Екатеринбурге точно. Ципин, точно помню. Да, Юдин тоже. Иудин я его назвал. Почему? Потому что они, когда в их статьях есть, приведены, как бы, письма священномучеников. Вот. Но в этих письмах один смысл, подача одна. А когда я в зарубежных авторах читал эти же письма, но они были более пространные, более полные, то смысл был противоположный. Понимаешь? То есть я читаю, смысл один. У этих ребят, они просто вытащили куски как-то, не знаю, перетусовали, и смысл противоположный сделал. Я тогда понял, ну, то есть я много чего понял, одним словом. Все, я понял, откуда вот это, откуда рога, откуда рога торчат, вот этого всего. Ну, так что вот, и все. Я выяснил для себя. Ну, соответственно, я стал ходить в зарубежную церковь. Вот. Но, к сожалению, это где-то были года уже ближе к объединению с московской патриархией, дело шло. И там стали разногласия происходить внутри зарубежной церкви. Многие приходы не, не, так и не соединились с московской патриархией. И те, кто, к сожалению, не соединился, они стали друг на друга показывать пальцем. Не знаю, что стало происходить. Ну, то есть мы истинные, мы сохранили все каноны, типа вот каждый вот так кричит. Мы вообще красавцы. А вы, ребят, вы прегрешили очень серьезно. Так что давайте, идите сюда, поклонитесь нам, и все, и будем дружить. И каждый как бы на себя одеяло стал тянуть. Там несколько осколков вот осталось, и каждый вот считает себя как бы истинными. И вот, а другую часть зарубежной церкви, вчера они еще были, была у них единая чаша евхаристическая, а сегодня все. А сегодня они не едины, и они дробятся дальше. То есть произошла вот такая вот нехорошая вот вещь, и ну и все. Так что я, соответственно, когда увидел вот эти деструктивные процессы у зарубежников, я тоже попятился. Я, ну, как бы, мне это не понравилось все. И я просто уже стал отходить от... Ну, вообще в храм перестал ходить практически. И вот в это время как раз я вышел второй раз уже осознанно на Игнатия Тихоновича, на его канал во Святи Библии, стал прислушиваться осознанно все. Ну, и я увидел, что, как ты говоришь, почувствовал сам на себе, что Слово Божие живо и действенно. И оно как раз начинает оживлять душу, которая уже практически, ну, загнила. Как Игнатий Тихонович Латкин. Я соприкоснулся со всем этим, с его жизнью. То есть за его, за словами, за этими жесткими, стоит и очень жесткая жизнь. Прежде всего, беспощадность к самому себе. Я просто, ну, я вот смотрел на это все, и я как с открытым ртом. И вообще, я не понимал, откуда этот человек. И вообще все, кто там в Потеряевке живут, особенно старшее поколение. Отец Аким, ну, понятно, он операцию перенес. Вот его жена, его супруга, матушка Людмила. Они просто невероятной работоспособности люди. Они прям в возрасте очень таком преклонном. Но они фору дадут там десятерым, таким, как я, молодым. Такие раньше все были. Сто лет назад все такие люди были. Мы просто не понимаем. Вот, а они еще сохранились. Да. И я просто, я просто, я не знаю, я как будто попал на другую планету, когда я в Потеряевке жил. Я просто, ну, у меня был взрыв. Как бы, как это говорят? Я не знаю, даже у меня слов таких не могу сейчас подобрать. Один словом, вот, киборги, я их, ну, так, немножко шутил. Киборги какие-то, они люди. А мы расслабленное поколение, изнеженное, эгоисты, с большой буквы. Для нас это понятно, что для нас это обличение нечестивому, раны ему. Надо смотреть на поколение людей, да, ты говоришь, сколько еще. Русский народ протянет, ну, в своем существовании, да. Вот, гляди на последнее поколение, что из себя вот молодежь сегодня представляет. Ну, я не знаю, я хотя, вот, у меня нет такого общения, да, вот. На улице я не вижу поведения людей, если только что вот в интернете замечаю. Но все равно я вижу, что люди еще есть, молодые, знаешь, такие вот разумные вроде. Ребята такие разумные. Вот верно говоришь, я тоже замечаю. Вот это поколение, оно и что-то решит для себя, знаешь, как. Ну, дай бог. Важный путь показать. Ну, да, ну, вот путь, он и есть. Я вот, не знаю, у меня, знаешь, потеряевка, вот такое слово, потерянная Россия. У меня ассоциация сразу и все время такая возникает. Вот, и они показывают вот этот пример. То, что мы потеряли, в принципе, это реально вернуться. Ну, не так, конечно, как, не в такой полноте, как у Игнатия Тихоновича Лапкина. Понятно, что там особый случай. Но какой-то процент на себя примерить и уже будет благо. У меня-то крамольные мысли есть, как бы. Ну, да, ну, могу я озвучить. Вот если я со стороны врагов, например, смотреть, я прям такую крамольную сейчас скажу мысль со стороны врагов России, да? Ну, я бы, если я бы вот враг, например, я бы что бы сделал? Я бы в первую очередь, понятно бы, ну, где, как сказать, где эпицентр возрождения может быть. Я бы туда и ударил. Если бы Господь был. Да, ну, понятно, что Господь-то там, Архангел, там, Михаил и так далее. Там они держат, стоят. Но, ну, вот, но я бы, я вот, я если понимаю, вот если мне нужно окончательно разбить вот это, ну, то есть русских покорить, там, я не знаю, Россию на колени поставить, окончательно, или вообще просто с лица земли стереть это все. Я бы вот именно туда в первую очередь бы... Ну, а что у них тактика такая? Сейчас все накручивают, ну, допустим, мы сейчас общаемся, сидим, да? А эта запись-то, она уже идет где-то, откладывается там на каком-то... На каком-то серии, ее уже агент какой-то просматривал, вот в прямом эфире он ее прослушал. Ну, понятно, потому что там у них есть специальные слова, ну, мимо, правда, с тобой особо криминальных слов в нашей беседе сейчас нету, но если какое-то слово, они там, ну, как это, это теги, теги, или как это, да, крючки произносятся в эфире, то тогда у них начинает идти запись там, или даже открывается специалистам, кто там сидят, вахту несут круглосуточно. А вот это спокойно может быть. То, что когда в стране не обязательно должно произойти, ну, к этому все идет, какая-то чрезвычайная ситуация, вот, когда людям необходимо будет поставить вот это начертание, о котором всем сейчас говорят, то есть для того, чтобы охранить границы, чтобы люди могли выезжать за территорию там городов, да, для того, чтобы могли отовариваться, покупать там что-то. Ну, элементарно, сейчас на Кавказе назревают конфликты такие серьезные, вот, поэтому это необходимо будет для того, чтобы эти теракты, то есть предупредить хоть как-то, вот, нужно будет поставить себе вот эти вот, ну, как это, спутниковые метки, да, чтобы каждого человека контролировать. Вот, и это сделают, и ты смотри, христиане, ну, я имею в виду ревностных христиан, они, естественно, на это не пойдут, вот, и этих людей нужно будет изолировать. Вот тебе, пожалуйста, а для того, чтобы легче изолировать, мы сегодня все, вот, которые в интернете, особенно все, которые вот эти в публичной сфере там, они все в определенной списке занесены, и это будет как вот буквально сто лет назад там, как работал Чикаго, они просто по ночам приезжали, из квартиры забирали и увозили в неизвестном направлении. Ну, так оно и будет все. Будут также забивать составы и увозить куда-то в определенное место. Вот. А они сами не понимают, что тем самым они соберут церковь, понимаешь? Они тем самым сконцентрируют этих людей в определенном месте, где их как раз и будет греть Господь. Ну да, аминь. Ведь я, если не ошибаюсь, Хиросима Нагасаки, ну не знаю, это легенда или это на самом деле так и есть. Оказывается, это концентрация христиан там была в этих городах. И перед тем, как, ну вот, момента сбрасывания этих бомб ядерных, люди, они вышли там, я не знаю, то ли с крестным ходом, то ли что, крестный ход там. Короче, из этих городов вышли, и они тем самым сохранились. Ну, я не знаю, может, это легенда красивая, а может, действительно так и было. Ну, в истории есть, конечно, такие моменты, что Господь... Есть, да, они есть, но только их в истории уже нет. Все это стерко, все это уничтожено. Мы вообще, видишь, нам кажется, что мы имеем так и источник информации, а по сути мы ничего не имеем. Человек, который не имеет прошлого, он будущего не имеет. Нас лишили прошлого. Это наши... Аминь, аминь. Но постарались. Им надо отдать должное. Они очень, ну, красиво все сделали. Ну, в кавычках, конечно. Вот. И до меня недавно все-таки дошло то, что... Игнатий Тихович очень сильно, конечно, ломает стереотипы. Вот. И один из сломанных моих стереотипов, ну, вот, бей жидов, спасай Россию, короче. Я... Я очень сильно негодовал на всю эту братью. Вот. И, ну, соответственно, там, эпитеты в честь них, там, все остальное прочее. Ну, а когда Игнатий Тихонович, много раз он об этом говорит, что, как бы, два, да, ну, то есть благословение Божие, из двух краев стоят две вот эти, как бы, ну, планки, или, как каноны, вот, первое, то, что десятина, а с другой стороны, не проклиная, благословляя племя иудейское. До меня, вот, очень трудно доходило вот это, но постепенно я все равно ложиться на сердце, потому что, ну, как ни крути, а они там сами ответят за свои дела. Ну, и это племя нам все подарило. Они нам подарили, ну, все, подарили спасение Иисус Христос, там, Божья Матерь, апостолы и так далее. Так что их есть за что благословлять Авраам. Видишь, она как насаждается, тот же Хаббат. Я вот разговаривал с евреями, я, у меня такое прям было, и, знаешь, вот я когда начитался вот этих всех, Душенов, когда зажигал в свое время, Россия с ножом в спине, все остальные эти материалы, и вот когда это все, после этого я думаю, ну, хорошо, книги книгами, там, Шулхана Рух, все остальное прочее, давай-ка я пообщаюсь с носителями этой идеологии. И я с ними пообщался, и они вот рассказали, что, ну, как я, просто я им за вопросы задавал такие, ну, что вот, например, а вот вы несколько лет, вы сейчас вот хасиды, да, как бы, сейчас вы хасиды. Это где-то был 13-й, может, год, они говорят, ну, да, а несколько лет назад вы ведь не были хасидами. Ну, это вот Омская, например, вот эта синагога, они такие, не были. Вы были традиционалисты, и у вас был Адольф Шаевич, предводитель ваш. Они такие, ну, да, все правильно ты говоришь. А вот с недавнего времени стал у вас Бер-Лазар, да? Да, все верно. Я говорю, ну, подождите, ну, вот в вашей, даже в вашей же среде, среде евреевской, вот, в основной массе евреев, вы хасидами, хасиды ведь сектантами называются, это ведь секта. Они такие, да, они такие, да, но зато она могущественная, могущественная, мощная секта, такие, вы, вот, я такой, ну, ладно, хорошо. Я говорю, ну, а хорошо, а как вы относитесь к Иисусу Христу? Они такие, ну, они видят у меня бородка была тоже, они говорят, ну, если сейчас мы скажем тебе, ты же ведь, ты же, ну, оскорбишься. Я говорю, стоп, ты найди слова, ну, такие, которые, ну, то есть, более-менее, как они, их термин, насаживая, толерантный. Он такой, ну, ладно. Он говорит, Иисус Христос – это сектант, образовавший секту. Это раскольник, ушедший в раскол, образовавший секту. Вот, и вот, вот так, вот так мы к нему относимся. Я говорю, ну, понял. Дальше. Что же я еще? Короче говоря, я вопрос, все задал вопросы, в принципе, они все подтвердились, то, что написано в книгах. И я еще дальше хотел прям уже такие горячие вопросы задавать, уже хотел их подводить к тому, что, ну, вы сами, ребята, наслаждаете ненависть. Вы все вопите, что вас все ненавидят народ, да? Ну, вы сами вот эту ненависть порождаете к себе. Вот к этому вел беседу. И тут выходит главный раввин Омска. И их зовет, а это, кстати, было на Пасху, за день до Пасхи, или в день Пасхи, их Пасхи еврейской. Он такой зовет их, все, пойдемте в синагогу. И меня зовет такой, типа, давай, там, у него такой акцент. Акцент такой, эй, там, давай, заходи. Что-то такое. Я говорю, не, ребята, подождите. А у меня страх такой, там еще когда, ну, вот это, что они там, людей в жертву приносят, там. Я такой, не, ребята, подождите, я не пойду к вам. И все остальное. Ну, у меня реально внутри там такое все, колотится сердце. Вот. И он такой сказал, а что ты, говорит, боишься? У нас, говорит, две трети наших прихожан синагоги ходят в православные храмы. Я не знаю, правда это, неправда. Но он такую фразу сказал. И все, и был таков. Закрыл дверь, и они там пошли. А это, значит, это менталитет еврейский. Они как думают? Человек должен быть там, где хорошо человеку. И все. Вот где хорошо, вот там будет еврей. А что еще думают? Это вот в простоте тоже такой. Ну да, они в простоте, вот в простоте лукают, в простоте... А я тебя обрешу, потому что мне от этого хорошо будет. А разве это не по-детски? По-детски, конечно. Ну, потому что это ведь у них в Талмуде прописано. Ну, конечно. Они это воспринимают, это как, я не знаю, как слово Божие. Прости, Господи. Ну, а как не воспринимать, если себя богоизбранным считаешь, а остальных всех животных? Ну да, вот я вас саму елгаю, но... А что ты думаешь? Сейчас, более-менее, много среди христиан вот таких сектантов. Вот я причем встречался с такими людьми, которые считают, что христи истинные, причем рожденные от Господа, да, они избранные. То есть они уже... Господь презрел на них уже, они были как бы предназначены, преднамеренно уже рождены на земле. А все остальные – это животные. Понимаешь, с душами животных. Когда говорят, что верим в астрологию, там, ты какого знака зодиака, и баран, овен, там, я не знаю, рыба, какие еще есть, там, козирог, там, и все остальное. Понятно, что люди сами себя опускают до животного, вот прям верят во все это, до животного состояния. Ну да, да, по большому счету, если разобраться, ну, а человек живет тем ниже принципами, что и животные, но сегодняшние человека оторвали от земли. И вот это вот самое главное, чего лишили человека. Человек, если не работает, не трудится руками своими, то все, он начинает, ну, как жить, как животное, вот как опять же Игнатий живет в этом, в треугольнике находится. Ну, не то, что в треугольнике, а вот холодильник, телевизор, там, койка, да. Да, к сожалению, так. А как же, а разве не так животное живет? Оно совокупилось, нашло покушать, попить себе и где поспать. Вот он, треугольник, в котором находятся животные. Да, аминь. И все-таки, смотри, то есть, вот я путь свой рассказал, да, у тебя, вот, ну, а другой какой-то есть путь, кроме как, когда ты, когда ты себя почувствовал уже погибающим реально, ну, все, смерть уже вот дышит тебе, как говорится, в глаза, как сказать, вот ты уже за дыхание смерти по-моему чувствуешь. А я меня, Господь, провел, только в том, что смерть. Меня, Господь, через настоящую смерть провел. Я вообще, вообще попал вот в эту свою катастрофу, нырнул, да, в какой причине? Меня, меня колдунья одна, в общем, наговор сделали. Мне их двое было. Так, как я был тогда безбожником. Ну, Господа, не знал. Видимо, что-то сильное какое-то наговор сделали. Но я вот верю просто. Потому что все... Ну, нет, так и есть. У тебя защиты особо не было. Да, защиты, конечно. И они сделали на смерть мне, понимаешь? А тут же Господь вмешался. Вот смерть-то реальная произошла. Я же умирал. У меня три клинические смерти было. И все из этого, из всего Господь его вытянул. Как? Я, конечно, себе почувствовал. Вот когда ко мне пришла первый раз психолог, я лежал уже весь там в лангетах, там просверленная голова, к ней прикреплен груз 12 килограмм, на вытяжку лежал, то есть шея вся порезана там. Вот, конечно, я уже, во мне жизни никакой не было. То есть труппы синие было. И когда такой психолог приходит, она, ну, ты вот понимаешь такую ситуацию, ты попал к тебе, вот теперь руки-ноги не работают, надо. А я ей говорю, а она говорит, ты, наверное, тебе вопросы задаешь, почему я, почему. А я ей говорю, да я таких вопросов себе не задаю, потому что я знаю, я скотиной последней, говорю, жил. Ну, если не я, то кто, понимаешь, кого, я не должен быть жить на этом свете. Не то, чтобы посчитать себя там погибшим грешником, если я вообще никем, понимаешь, посчитал. Я считал и сказал себе в первый день, что это у меня по делу, иначе не должно никак было случиться. Только так. Ну да. Вот, и я не знаю, у меня просто было такое, я не господь, все-таки, видишь, как я не искал Христа, для меня какое-то понимание было Бога, оно такое абстрактное было. И это тоже по всяким помойкам таскался. Подожди, ты его стал искать до травмы или после? После. А до травмы для меня понимание Бога такого абстрактное было. То есть, я везде его искал. То есть, я и молился тоже. Не видел, у Бога опять же, я молился. Ну, я тоже так же. Я крытышу, я в Омске живу, на реку выходил, ну, в детстве-то там обращался, разговаривал с ним, что-то такое. У меня с малых лет такое было, прям лет с пяти, насколько я себе помню, столько я, я как будто родился, знаешь, с этим, понимаешь, что есть Бог, что надо к нему обращаться. Меня никто этому не учил никогда. Ну, это, видимо, в природе человеческой. Да, конечно. В душе. Ну, что, Виталий, давай, я там, а мне уже там, матушка пришла. Все, услышал тебя. Сергей, ну, благодарю тебя за гостеприимство. Держись, ты нам, ты будь с нами, выпуская ролики, миссионерствуй. Будут стараться. Вот. Я рад тоже был. Все-таки знаем друг друга уже, а не встречались, так надо встретиться. Спасибо. Спасибо.